Добрый день, я начинаю очередную беседу по Сингапуру. В прошлом своей беседе я рассказывал о политической системе Сингапура, какой она выглядела на рубеже 60-х, 70-х годов прошлого столетия, когда мы, в том числе я, были советскими стажерами на Янском университете Сингапура. Теперь поговорим о экономике, о тех реформах, которым Ли Кон Ю приступил в конце 60-х годов. Я уже отмечал, что ситуация в экономике была аховая. Сингапур это порт традиционный, вся экономика строилась вокруг этого порта. Он занимался реэкспортом. А здесь Малайзия и Индонезия, которые не очень дружественно были настроены к Сингапуру, а даже, я бы сказал, почти враждебно, решили создавать собственные порты и осуществлять торговлю каучук, нефть, олово и все остальные продукты, которые они производили, и те, которые они хотели покупать, все это делать через свои собственные порты, вот развить их до такого состояния. Если бы это случилось, Сингапур, значит, оставался бы неудел. Далее, в Сингапуре была военная база англичан, они решили ее закрыть. И из-за этого теряли работу десятки тысяч сингапурцев. А в Сингапуре и так безработица была, зашкаливала, 15% была безработица. И подавляющее большинство населения на голодном поике сидели. В общем, беднота была сплошная. Или почти все сингапурцы вот так жили. Теперь промышленности никакой, кадров квалифицированных тоже немного. Ну и возникает вопрос, что делать дальше Сингапуру, как он экономически будет выживать. Тем более ресурсов-то у него природных никаких нет, в отличие от Малайзии и Индонезии. И вот Ли Куан Ю взял стратегию индустриализации Сингапура. Модернизации с акцентом на индустриализацию. Он не один, конечно, мыслил такими категориями. У него были помощники, коллеги, очень квалифицированные, толковые люди. И прежде всего министр финансов Гоген Сви. Он отвечал за вот эту индустриальную реформу и вообще за все реформы. И на первых порах, когда он занялся этой реформой, заговорил о промышленности в Сингапуре, его называли сумасшедшим, сумасшедший го. Тем не менее, он за это взялся. Какие принципы этой модернизации с опорой на создание промышленности в Сингапуре? Первое, это сотрудничать с международным капиталом, с крупнейшими компаниями, крупнейшими корпорациями всего мира и вообще со всеми государствами, которые готовы сотрудничать с Сингапуром. Для того, чтобы они шли в Сингапур, надо создать для них соответствующие условия. Какие условия? Первое, это политическая стабильность. Никаких забастовок, никаких волнений, никаких схваток, иначе никто сюда не придет. Поэтому полный штиль в политическом пространстве. Далее, законы об инвестициях и вообще об экономическом сотрудничестве с иностранцами, такие законы, которые бы были лучше, чем законы всех окружающих Сингапур стран, всех потенциальных и реальных конкурентов Сингапура с точки зрения получения иностранного капитала. Чтобы любой иностранец, любая иностранная компания знали, что в Сингапуре можно заработать и все создать для того, чтобы они получали здесь максимум прибыли. Далее, соблюдение этих законов, строжайшее соблюдение. Законы могут быть красивые, а практика совершенно другая. Строжайшее соблюдение законов. Строжайшее соблюдение прав собственности, в том числе интеллектуальной собственности. Сингапур, как и многие другие азиатские страны, славился тем, что там пиратские здания и пластинки подделывались, и вещи подделывались, насильные, и духи, все что угодно. Это искоренить полностью и защиту интеллектуальной собственности во что бы то ни стало. Следующее это подготовка кадров. Должны быть кадры, без кадров ничего не получится. Люди должны хорошо работать, получать пока не очень много, со временем будет больше, но создавать им такие условия труда, чтобы им было приятно трудиться и чтобы у них был стимул хорошо трудиться. Это следующее правило. Борьба с коррупцией, о чем я уже говорил в политической части своего рассказа о Сингапуре, в прошлой беседе. Война коррупции во что бы то ни стало. Если будет коррупция, никто не будет сюда идти, говорил Ли Куан Ю, а если придет, тут же уйдет отсюда, потому что никакие законы не будут действовать, ничего не будет получаться. Дальше меритократия. Людей продвигать только по их заслугам. Никаких родственников, никаких земляков, никаких ребят, с которыми вместе в школе или в институте учились. Только тот, кто заслуживает. И строго жестко этому придерживаться. Вот этот набор правил. Ну и дальше реализация. И частично мы эту реализацию, мы советские стажеры наблюдали своими собственными глазами. Вот первое привлечение партнеров со всего мира. Сплошной поток делегаций был тогда. Но дня не было, чтобы Ли Куан Ю не принимал то президента американского банка, то президента французского концерна по производству духов, то итальянского магната, производящего автомобили. Каждый день кто-то принимался на самом высоком уровне. Люди их красиво принимали. Им рекламировали сингапурский рынок. Им объясняли его преимущества. Их обаяли в конце концов. Ли Куан Ю умел это делать своими личными такими качествами. И умением говорить, умением подать то, что он хочет донести до собеседника, ну и глубиной своих мыслей. И перспективностью того, что он предлагал. Значит, причем любые партнеры. Это не обязательно там Италия, Франция и Соединенные Штаты. Вот у меня был случай. Я пошел гулять по центральному Сингапуру. И вдруг смотрю, выставка Северной Кореи, КНДР. Страна и сейчас закрытая. Тогда она вообще супер была закрыта. И о ней вроде знать никто не знал. И вдруг выставка. Ну, а у меня жена кореистка. Она как раз диплом писала, МГИМО по Корее, по Северной Корее. И я, конечно, как востоковед и как муж своей жены, интересовался Кореей. Моя специальность Китай. Но Корея рядом. Так сказать, судьбу двух народов даже не разделить. Ну, и в любом случае, пошел я на эту выставку. И, конечно, она контрастом выглядела по сравнению с тем, что было в Сингапуре. Там, как я уже говорил, на улице валяются парики, красивые кофточки, брюки, которые в Москве продаются за большие деньги. Со всего мира товар очень красивый и качественный вроде. А здесь, в Канаде, заходишь, там какие-то лампочки лежат, какие-то мыльницы, какие-то карандаши невзрачно сделанные. Ну, и почти никого нет на выставке. Не очень она привлекала. Корейские товарищи, которые там руководили этой выставкой, подошли ко мне, говорят, вы кто? Я говорю, из Советского Союза. Они очень обрадовались. Во-первых, просто, чтобы появился очередной посетитель, которых было, повторяю, немного, да еще и Советского Союза, братская страна. Стали меня водить по выставке, значит, показывать с гордостью все эти вещи. Потом подвели книги почетных посетителей. Я там расписался, сказал, в каком я восторге от этой выставки. А потом засадили, как такого почетного гостя из очень хорошей, дружественной, братской даже страны, смотреть фильм о учителе, который сражался сначала с японскими империалистами и фашистами, а потом с американскими империалистами. И один побеждал их всех. Там были сцены, когда он там на мосту человек 30 сбросил в воду. Ну вот, часа два шел этот фильм. Я, естественно, с субтитрами был, английскими. Я терпеливо его смотрел, а потом тоже написал в книге для почетных посетителей, как и восхищен этим фильмом. Но я это к тому рассказываю, что там все были люди в Сингапуре, кого только можно было принять, принимали. Кто хотел приехать, приезжал. Получится у этой страны, у этой компании, у этого человека бизнес в Сингапуре хорошо, не получится, тоже ничего. Ну, по крайней мере, все двери открыты. Значит, это первое. Теперь второе, это создание промышленной базы. Ее не было. И нужно было территорию найти. Стали искать. Вот Гокин Свет, министр финансов, он зампремьера и ответственный за реформы, он предложил использовать юго-западную часть острова. Вот на Нянском университете мы учились, он на северо-западе находится, а это на юге, когда стоишь на самом высоком холме, на Нянском университете, на крыше библиотеки, которая находится вот на этом холме, и смотришь и видишь там в одну сторону город Сингапур, в другую на севере пролив Джохор, отделяющий Сингапур от Малайзии, а ты смотришь на юг, юго-запад, там этот Джуронг район. Это был сельскохозяйственный район. Там выращивали ананасы и прочие тропические прелести. И вот Гокин Свет решил там создать промышленную базу. Вот повторяю, над ним смеяли, сумасшедшим называли. И что вы думаете, началось это еще раньше, еще когда Сингапур не имел полной независимости, в 61-м году, в 59-м партия народного действия во главе с Ликони выиграл выборы, Сингапур получил внутреннюю самостоятельность и оставался в рамках британской империи, можно сказать, британского содружества. И уже тогда было принято решение в Джуронге создать эту промышленную базу. В 62-м году Гокин Свет заложил первый камень первого предприятия. А когда мы были там, мы приехали в 68-м году, в конце, там уже было 150 предприятий работающих, и около 50 еще строилось. И когда ты смотришь с этой крыши библиотеки, на Нянского университета, на Джуронг, уже тогда это выглядело как настоящий город. Мы несколько раз там были с экскурсиями, и впечатление потрясающее. Все эти фабрики, заводы, новенькие здания, все красиво сделаны. Внутри заходишь в кондиционированный воздух, везде цветы стоят. Цех выглядит, как будто ты в санаторий попал. Прекрасное освещение, кондиционированный, опять же, воздух. Люди одеты в прекрасную спецформу. Рядом столовая, которая похожа на солидный, хороший, чистый ресторан. Зарплаты невысокие, повторяю, но тогда еще Сингапур не мог себе позволить. И, как говорил Ликоан Юж, чтобы выиграть конкуренцию в других стран, мы должны дешевые товары производить. За счет чего? Вот, в частности, и, может быть, главным образом за счет невысоких зарплат. Но рабочий получал вот такие прекрасные условия для труда. Кроме того, жилье, кварталы были построены прямо в Джуронге. Не все ими тогда еще пользовались, потому что хотелось ближе к городу быть. А город, связь была с городом, не такая уж тогда развита еще. Но были проблемы, по которым люди все-таки хотели жить не в самом Джуронге. Но условия создавались, строились дома. Потом стали строиться школы там и все остальное необходимое. И сейчас, если уж забегать вперед, это там потрясающие есть жилые кварталы. Джуронг разросся, сам он совершенно не такой, какой он был. Он захватил теперь прибрежные острова, которые находятся рядом с Сингапуром. Больше стало намного. И вот там целые жилые массивы. И люди с удовольствием там живут. Там даже вроде и мест не хватает для желающих поселиться, там купить квартиры. Так вот, тогда вот так уже были базовые условия для того, чтобы люди селились там и имели нормальную жизнь. Ну и сами предприятия, что они производили. Там, ну, с одной стороны, игрушки, одежду, бытовую электротехнику. И уже тогда нефтехимические предприятия, химические, медицинское оборудование. Шаг за шагом. И Гонкинский говорил, скоро мы выйдем на высшие категории товаров электронных и вообще на высокие технологии. Над ним смеялись. Но Сингапур к этому шел. И вот пришел. Но это мы об этом уже позднее будем говорить. Тогда вот уже была заложена основа для движения вперед. И Сингапур действительно стал развиваться тогда уже бешеными темпами. Промышленность там до 15% доходил прирост в год. В то время как вся экономика там 8, 9, 10% что тоже феноменально. Вот это промышленность. Теперь с базой Джуронги. Дальше порт. Что делать с портом? Вот он, реэкспортный порт. Он не только не зачах. Он уже был, конечно, крупный. Один из самых крупных в мире. Уже тогда был этот порт. Более того, если углубляться в историю, то в свое время Сингапур переживал периоды мощного развития портового хозяйства. Например, в 14 веке это был один из крупнейших портов Юго-Восточной Азии. В записках одного китайского путешественника в деталях рассказывается, что этот порт, который находился в современном Сингапуре, он обслуживал очень многие страны, в том числе торговлю с Китаем этих стран. Но потом он захерил на какое-то время. Потом опять немножко стал выкарабкаться из сложного положения. А в начале 17-го года его добили. Соседи, султанат, расположенный на Суматре, атаковал этот Сингапур весь, в том числе этот порт, и уничтожил его полностью. И ничего там не было до начала 19-го века. Я рассказывал о том, что когда туда явился сэр Рафлс, англичанин, со своей свитой, то увидел он в Сингапуре, там несколько десятков рыбацких семей жили. Никого там больше не было. И англичане стали развивать этот порт сами и с помощью китайских купцов, китайских мореходов. Все это стало мощно развиваться. И вот Сингапур вырвался в число лидирующих портов уже тогда. Но перед ним встал вопрос, что дальше. Реэкспортом пока занимайся, но достаточно ли это для того, чтобы Сингапур мощно шел вперед и превращался в одну из ведущих экономик мира. Особенно с учетом того, что соседи решили все сами продавать и покупать, минуя сингапурский порт. Так вот, вышли из положения. Порт продолжал расти. В Джуронге был открыт порт, который стал частью портовой системы Сингапура. А потом там, где была английская военная база, там открыли еще пирсы, пристани. И там стали разгружать и загружать товары. То есть, порт в размерах вырос. Ну и уже тогда, повторяю, он был в Лире, а сейчас, если говорить о сегодняшнем дне, это один из крупнейших портов в мире по грузообороту, по тоннажу, по компьютеризации порта, по количеству причалов. Ну, собственно, это вот четыре ведущих порта в мире. Это Шанхай, вернее, первый Гонконгский порт, Роттердам, Шанхай и Сингапур. И что гениального придумали Ли Куан Ю, Го Кен Суи и их коллеги, это то, что порт должен не реэкспортом заниматься, а надо ввозить сырье и полуфабрикаты, и изготавливать в Сингапуре готовые продукты, и с добавленной соемностью эти продукты отправлять на экспорт. И это гениально действительно сработало, и вот на этом порт стал специализироваться. Теперь третье, это финансовый сектор. Был взят курс на то, чтобы создать такие условия для иностранных банкиров, инвесторов, чтобы они туда рекой потекли, и они начали туда течь. Уже в начале 70-х годов там стали открывать свои отделения и в крупнейшие американские банки, и швейцарские, и французские, и германские, и австралийские со всего мира. Я уже не говорю о том, во что сейчас Сингапур превратился в финансовом отношении, вот есть такие прогнозы, да, он уже почти главный финансовый центр в мире. Все компании, все банки, все инвестиционные фирмы, они стремятся все свои эксперименты, все свои национные программы делать через Сингапур. Но уже тогда, на самом начальном этапе, были созданы условия для того, чтобы Сингапур в этом отношении стал двигаться вперед, чтобы банкам было в высшей степени удобно, выгодно иметь свое дело на территории Сингапура. Значит, это финансы. Теперь гостиничный бизнес. До туристов, до всех, кто транзитом едет через Сингапур, он так удобно расположен, кстати, и для финансистов это очень удобно, как они говорят, прямо в центре Азии, вот поэтому это еще один плюс Сингапура, как финансового центра. Так вот, гостиничный бизнес. С ним я ознакомился поподробнее, почему? Потому что в мае 1969 года, я уже это упоминал, мой отец приехал в Сингапур вместе с делегацией вознаменования открытия авиалинии Москва-Сингапур. Это был первый полет, вот они прилетели, ну, отец мой был мэром города Сочи, его, конечно, интересовало курортное хозяйство Сингапура, гостиничное дело прежде всего. И вот с помощью нашего посла, нашего посольства в целом, мы с отцом вышли на контакты с людьми в Сингапуре, которые отвечали за гостиничный бизнес. И очень интересные у нас были визиты в гостиницы, визиты в государственные органы, которые курировали эту отрасль. И вот я в этой связи хочу рассказать, значит, мы познакомились, нанесли визит человеку, который воздавлял компанию, которая принадлежала значительное число гостиниц в Сингапуре. Вот он стал показывать все это. Но что отца поразило? Он по итогам этой поездки написал такие записки, страниц на 100, анализируя туристическую отрасль Сингапура и делая предложения для Сочи, часть которых ему удалось реализовать. Значит, вот что его поразило? Гостиницы прекрасно, конечно, выполнены, изумительный интернет, причем без всякой роскоши, ничего лишнего, никаких прибамбасов. Но все очень здорово, все очень красиво, все очень компактно, везде кондиционированный воздух, везде простор, везде прекрасные запахи, рестораны отличные в этих гостиницах. В каждом номере заезжаешь, тебе ставят огромную такую чашу, там фрукты, ягоды, тропические прелести. В каждом номере брошюрки, рассказывающие о Сингапуре, об отеле, всякая любого рода любимая, интересная информация, сувенирчики, которые можно брать с собой с названием этого отеля, с именем Сингапур и так далее. Ну и стал рассказывать этот начальник нам, что очень выгоден бизнес туристский. И за счет чего он выгоден? За счет того, что очень большое количество людей приезжает, а мы, говорит, стараемся все время менять цены. Вот как только кондитура чуть-чуть изменилась, меняются цены на отель, то меньше они, то выше. И это очень способствует тому, что люди с удовольствием приезжают, у нас, говорит, этот бизнес выгоднее, чем в Европе. И мы, так сказать, можем хвастаться в разговаривании с Европой, как нам это удается. Вот это очень гибкие цены. Теперь, что касается того, как убирается помещение. Бригадный метод. Четыре женщины заходят к вам в номер и за 15 минут все убирают. Одна кровать убирает, вторая пол моет, третья туалет убирает, четвертая пыль вытирает с мебели. Дальше специальные номера, португальский номер, японский, двухэтажные номера, заходишь, ну просто прелесть. Попал в Японию, в древнюю Японию или в Голландию, всем позитивным, что есть в голландской культуре, в голландском интерьере. Ну отца удивило, что не было советского номера. Он сказал, что такое государство, а вы вроде его игнорируете. На что этот джентльмен сказал, что он никогда не был в СССР, не знаком с нашими особенностями нашей культуры. Обязательно поедет и откроет такой номер. Но отец потом сказал, что вряд ли никто из наших в таких гостиницах не останавливается. Ну теперь-то, конечно, еще как останавливается. А тогда вот другие времена были. Вот осмотрели мы это все. Очень много интересных бесед было. И когда отец вернулся, повторяю, он начал внедрять то, что он увидел в Сингапуре. Он во многих странах везде изучал, везде пытался взять опыт. Но столько, сколько он в Сингапуре увидел и посчитал интересным для Сочи, пожалуй, ни с одной другой страной не сравнишь. Ну что отец сделал? Вот в номерах он лично занимался тем, что раскладывал литературу о Сочи, а в гостинице участвовал в составлении этих материалов. Сейчас это звучит очень банально. Тогда этого ничего в наших гостиницах и близко не было появилось. Стали фрукты гостям ставить, ягоды уже сочинские. Теперь самое главное... Да, этот нам товарищ в Сингапуре сказал, что у нас очень много людей работает. Ну почему? Потому что мы не имеем права их увольнять. Ли Куан Юй сдал приказ, никого не увольнять, и так высокая безработица. Поэтому мы им не очень много платим, но разрешаем брать чаевые. Вот они берут чаевые, кто бы сколько ни получил чаевых, сдается в общий котел и вечером распределяется. В соответствии с трудом и вкладом того или иного человека. В эти заработанные деньги. Ну вот, значит, и отец обратился в 70-м году в Сочи, гостил представителя Совета Министров Советского Союза Косыгин Алексей Николаевич. Вот отец его сказал, что у нас в Узлиницах это естественно было. Никакие тарифы менять мы не имели права, что летом, что зимой. Поэтому зимой было пусто, никто не ехал. Все в Сочи пытались летом попасть. И отцу разрешили в одной гостинице, в гостинице «Кавказ» менять цены. И сразу люди потекли зимой. Если в два раза дешевле, то почему не съездить в этот отель «Кавказ»? Теперь добился того, что разрешили руководителю гостиницы контролировать фонд заработной платы. Не так, как было принято, все из центра спускается. А вот фонд. Он мог кого-то уволить, кого-то оставить, кому-то повысить. Зарплату – это еще одно нововведение. И, наконец, убрали этажных. У нас было принято везде в Советском Союзе. На этажах сидели дежурные. Следили, кто куда вошел, кто когда вышел, почему задержался. Вот отец сказал, что для чего они там сидят. Странно для гостиницы, что это же не детский сад. И тем более не тюрьма. Ну и Косыгин все дал разрешение. Правда, когда отец ушел на пенсию позднее, то кое-что опять вернулось к прежним правилам. А так это было… Сочи был центром экспериментов, вот этих, которые я сейчас назвал. Я повторяю, они сейчас не звучат так драматично, но в советской экономике они были чем-то революционным. Значит, это вот турецкая отрасль, которую мы рассмотрели. Да, еще рассказывал, как они набирают людей, как берут там девушек с разных островов. Я уже упоминал о некоторых островах океана. Девушкам вытягивают в детстве ноги. Вот они получаются длинноногими красавицами. Вот таких набирают на работу. Ну, в общем, следят за кадрами в большей категории. Следующая отрасль – это авиационная отрасль. Ликонанью поставил задачу сделать сингапурские авиалинии одним из лучших в мире. Они стали одним из лучших в мире. В некоторые годы их называли позднее лучшими авиалиниями в мире. И следующая задача – это решение социальных проблем параллельно с экономическим. Собственно, экономику развивать надо для того, чтобы расширались социальные проблемы, чтобы люди хорошо жили. А я повторяю, безработица была 15%. И большинство сингапурцев – каладранцы. Так вот, началось то, о чем я тоже уже говорил. Переселение китайцев, малайцев, индийцев. Из их традиционных кварталов. Новые кварталы. Квинстаун – это возник город-спутник. К северу от города Сингапура, на острове Сингапур. С великолепными кварталами жилыми уже тогда. Высотные дома со всеми удобствами, с кондиционированным воздухом. Рядом школы, рядом стадионы, рядом поликлиники. Ну, в общем, все, что только душа пожелает и то, что нужно для жизни человека. Все рядом, все очень аккуратно, все очень поддерживается в прекрасном состоянии. И все не очень дорого. И люди поощрялись к тому, чтобы они покупали квартиры, становились собственниками и защищали свою собственность, что они действительно со страстью и делали. Это первое. Теперь дальше борьба с всякими комарами, мухами и так далее. Мы это сами наблюдали в Наньянском университете. С каким энтузиазмом студенты занимались этой борьбой. И закончилось тем, что в Сингапуре пропали и мухи, и комары. А тогда от них умереть можно было. Теперь борьба за чистоту Сингапура. Такая была грязь. Едешь на автобусе, мимо там, да сам автобус, я уже описывал, как выглядело, когда там на пол все плевали, в том числе бетель, эти листья с красноватым порошком покрытые. Канал Рошфор. Какая там только грязь не плавала. И дохлые там животные. В общем, черная вода. Вот бороться с этим. Рестораны, только чтобы в высшей степени была гигиены. Кто не соблюдал дичайшие штрафы, закрытия и так далее. Борьба с наркотиками, вплоть до смертной казни. И жесточайшая борьба. Дело доходило до того, что, например, при нас, когда мы там были, запретили песни Битлз. Некоторые. Потому что в них якобы намек на наркотики содержится. Вот я приведу пример. Была такая у них песня. Lucy and the Skywood Diamonds. Lucy в небе с бриллиантами. Ну, так вот, сингапурские цензоры пришли к выводу, что это намек на что-то наркотическое. Что человек вот накурился наркотиков, и у него там что-то в голове. Какие-то Lucy, какое-то небо и какие-то бриллианты. И некоторые другие песни Битлз. Теперь борьба с порнографией. Она, конечно, была, но все подпольное. А не подпольное... Канкан был запрещен. Малазийцы даже смеялись. У нас идут шоу. Мы мусульманская страна, которые в Сингапуре почему-то запрещены. Такая была жесткая борьба. Теперь заплевать в общественном месте. Курить в общественном месте. Мы когда туда приехали, когда там были, там куривали. Не то, что на каждом шагу заходишь в кинотеатр, там все покурено, дышать нечем. И так жара, да. И так кондиционер там толком не работал в то время. В кинотеатрах. Да еще и все курят. Значит, жесточайший бой. Чего сингапурцы добились во всех этих областях? И что они еще придумали для того, чтобы сделать свое государство экологически чистым и нравственно чистым, и еще во всем процветающем? Это я уже буду говорить тогда, когда мы попали сначала я один, а потом мы с моей Наташей в Сингапур многие-многие годы спустя. А это вот пока только начало всего этого. Вот такая ситуация. Ну и в заключении сегодняшней беседы хочу сказать, что я вот каждый раз ставлю куклы, которые начали мы вместе под руководством моих родителей собирать мой сингапурский период. Значит, это вот еще две куклы. Это вот кукла тайландская. Я показывал тайландских танцоров, танцы, которые приняты и в Таиланде, и в Камбодже. А это вот торгуют фруктами в Таиланде. А это лаотянка из Лаоса. Это еще две куклы, с которыми я вас познакомил. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok